И снова здравствуйте! Проект Банки ТВ возобновляет свою работу. С вами Елена Ищеева. Комментарии специалистов, интервью первых лиц финансовой сферы, репортажи с пресс-конференции. Все это в видеоформате на портале Банки.ру ожидает вас в течение ближайшего года. Говорят, он будет непростым. Об этом еще 10 лет назад знал экономист Михаил Хазин. Сегодня он отвечает на мои вопросы. Материал, в котором вы объясняли, что привело к нынешнему положению дел мировой экономики, на нашем портале просмотрели более 200 тысяч человек. Получается, Михаил Леонидович, все в этом мире предсказуемо, так что ли? Для того, чтобы понятно ответить на этот вопрос, нужно сразу сказать, что вообще говоря, большинство даже самых сложных вещей можно объяснить очень просто. Вся проблема современной экономики состоит в том, что тот язык, который является общепринятым, на самом деле неадекватно описывает реальность. Как только вы меняете язык, то медленно выясняется, что есть некоторые явления, которые общепринятый язык не замечают, но которые достаточно четко, понятно и прозрачно показывают, что кризис неизбежен. Понимали о том, что кризис неизбежен, довольно много людей, среди которых, например, довольно много старых экономистов, советская щешку. Но они все являются узкими специалистами, и у них есть некоторая общая картина в голове, такая невербализованная, невысказанная. И они говорят, да, будет кризис. Мы же в 1997 году очень конкретно считали российскую ситуацию. Мы три месяца занимались вот этой темой как главной, и где-то к октябрю написали доклад, в котором четко и внятно объясняли, что ребята, если продолжать политику правительства Центрального банка, то к концу лета, начала осени 1998 года придется объявлять дефолт. Дальше, уж коли мы насчитали и некие схемы предъявили, то мы решили эти же схемы попробовать применить к Соединенных Штатах. К следующим десятилетиям. Совершенно верно. И получили неожиданный результат, что она работает. То есть у вас есть какая-то загадочная формула? Нет, это не формула, это методы. Метод просчета, да? Да, но очень условно. Можно ее назвать методами межотраслевого баланса. То есть вся американская экономика, давайте сейчас не будем говорить о российской, потому что у нас очень много искусственного. Американская экономика, в смысле, куда более естественная, она имеет куда большую историю. Так вот, вся проблема американской экономики началась с начала 80-х годов, когда Соединенные Штаты Америки начали реализовывать политику эргономики, которая прежде всего состояла в том, что они за счет эмиссии начали наращивать внутренний спрос. Спрос домохозяйств, в первую очередь. Как только вы начинаете изучать межотраслевой баланс, то вы немедленно обнаруживаете, что все потоки материальные в экономике замкнуты. Что домохозяйство, то есть человек, он может что-то потратить лишь постольку, поскольку он получил зарплату. Если он зарплату не получил, он потратить ничего не может. Так вот, мы смотрели и обнаружили, что темпы роста затрат, то есть расходов домохозяйств, совокупные, соответственно, расходы... Я чашечку уберу, а то она, я думаю, точно однажды все-таки у нас разобьется. Совокупные расходы. Они все время были больше, чем реально располагаемые доходы населения. И этот разрыв все время рос. Значит, долги домохозяйств на сегодня составляют примерно годовой ВВП Соединенных Штатов Америки. 14-15 триллионов. И росли они последние годы со скоростью 10% в год. Сегодня они уже не могут расти со скоростью 10% в год. 10% от 15% это полтора. Значит, минус из, соответственно, совокупного спроса полтора триллиона. Далее, совокупные сбережения. Норма в Соединенных Штатах Америки историческая 10% совокупных доходов. Последние годы она была даже отрицательная. Ну, будем считать, ноль. Значит, это еще полтора триллиона. Кстати, последние два месяца, ноябрь-декабрь, они стали расти быстро. Уже 2,5% в декабре месяца рост. Или в ноябре. 2,5%. И они дойдут даже не до 10%, а до 12-15%. Потому что в условиях кризиса народ начинает сберегать. Естественно. И таким образом, из совокупного спроса, который формирует американскую экономику, неминуемо по итогам кризиса должно вылететь как минимум 3 триллиона долларов. 3 триллиона долларов, это, между прочим, четверть американского ВВП. Все, точка. Вот сразу. Мы с вами встречаемся в день, когда вступает в должность новый президент Соединенных Штатов. В него верят, как в Господа Бога. Но есть и другое развитие событий. Кто-то предсказывает, что он просто политический труп и долго не протянет. Вам что кажется? Он не труп. Он операция прикрытия. Операция прикрытия. Чья операция? Обратите внимание. Вся Америка очень долго кричала. Негры избрали президентом Соединенных Штатов Америки. Темнокожие. Давайте будем политкорректны. Политкорректны. Это вы будете в Соединенных Штатах Америки. А в нашей стране, в русском языке, слово негр абсолютно идеологически нейтральное. Американский народ с таким перевесом выбрал негра президентом, потому что он требовал перемен. Откуда он взялся? Вся история Обамы уже наводит на сильные размышления. Откуда он взялся? Почему он сделал такую удивительную карьеру? Университеты. Рядовой человек так просто не попадет. Вы знаете, сейчас голливудский такой сценарий, что с детства его присматривали, его к чему-то готовили, но это просто какой-то фильм про будущее. Это не фильм про будущее, между прочим. Вы как бы, как работают спецслужбы, в общем, уже достаточно хорошо известно. Людей растят иногда десятилетиями. Вы считаете, что нынешний президент Соединенных Штатов Америки выращенный продукт? Он, безусловно, выращенный продукт. И это очень хорошо видно. Очень многие люди это сразу поняли, как только он начал назначать членов своей администрации. Обратите внимание, сегодня Конгресс уже не утверждает некоторых людей, которых он назначил. Потому что они за ними неуплата налогов, коррупционные схемы, еще что-то. Не чистый. На Саммерсе клейма оставить некуда. Причем все это здесь у нас хорошо знают, потому что Саммерс был министром финансов в США, который курировал отношения с нашими легалными форматами. Ему все простят, если он поможет сейчас выйти из этого коллапса экономического. Для того, чтобы выйти из кризиса, необходимо как минимум понимать, а что, собственно, происходит. Он понимает? Я думаю, что нет. Я точно знаю, что его команда не понимает. Они могут уже понимать масштабы этого кризиса, и есть основания считать, что понимают. Но его реальные причины, структурный характер кризиса, они не понимают. Что такое структурный кризис? Нужно четко совершенно это объяснить. Это несоответствие структуры экономики. То есть, некоторые, вот я объяснил, потоки замкнуты. Это означает, да, это означает, что у вас не может быть здесь чуть-чуть, а здесь много. Если у вас реально располагаемые доходы существенно меньше, чем совокупный спрос, то это означает, что этот спрос должен в какой-то момент ликвидироваться. Вот то, что сейчас происходит, это стихийный сброс избыточного спроса, который накачивался 25 лет со времен Рейгана. Так получается, он обречен, как политический руководитель страны? Политический руководитель, он безусловно обречен. На что, на непопулярные меры или вообще на политическое совместство? что его ждет судьба Герберта Гувера. Но он вошел в историю как человек, который организовал Великую депрессию и все провалил. Вот беда Гувера была в том, что он был президентом ровно на период этого самого спада. А летом, точнее сказать, во второй половине 32-го года, ситуация достигла некого локального дна. И в этот момент меры Рузвельта стали давать эффект, потому что на фоне нулевого падения 2-3% роста это уже результат. То есть, это такая, значит, у нас Обама некая промежуточная фигура, после которой мы ждем появления того орла, который и спасет нацию. Обама это в неком смысле жертва. Он безусловно операция прикрытия для той группы лиц, прежде всего связанных с Уолл-стритом и как бы частью демократической партии. А может быть, там и республиканцы тоже есть. Это вопрос сложный, потому что у Уолл-стрита контроль есть и над той, и над другой партией, хотя над демократами больше. Который должен обеспечить этой группе, чтобы она сохранилась у власти. Продолжение следует...